Дроша Книзя есть в ней во всех твоих воротах, то есть в городах вне Иерусалима Майсер — это десятина злаковых и так далее Бахуройс Букурехо — первенцев животных и таких животных Дорехо, надарим, кое-как шертидор, которые ты будешь обещать Здесь немножко тавтологии тоже, обетов, которые ты будешь обещать Венидвусехо — то, что ты будешь просто приносить уже как... Слово недару недава очень в русский сложно переводится Слово недар — это типа обед Человек, который в данном случае у нас существует нидрэгдэш То, что мы сейчас занимаемся Нидрэгдэш — то есть человек, который что-то обещался принести в храм А именно сказал рей алла и ула То есть я обязуюсь принести, это называется обед, обязательство Обязуюсь принести, допустим, всесожжение Это называется, у него есть обед, как по-русски называется обед, не знаю как Нидрэгдэш она Обещание обед Недр — это когда человек обещает что-то принести, на даба, когда он говорит вот это вот, я сейчас обвеляю эту жертву. Значит, вещь, которая основная разница, что если что-то случилось с ней, например, пришел злой охотник и отрубил ей голову, этому животному. Значит, Недр — это обед, все время, пока он не принес, не бросит кровь на жертву, и пока, то есть, не принесли на жертву, он обязан, это обещание не выполнено, он обязан выполнять. То есть, даже если он, как происходит, сначала он говорит, я получаю на себя, принимаю на себя обязательство принести все сожжения. С этого момента он обязан на все сожжения, потом, что он должен делать, взять какое-то животное, сказать, вот это вот для мой, для Недри, это животное на мое обещание. После этого животного, оно стало кодыш, оно стало уже, у него статус жертвы, нельзя на нем его использовать, и так далее, его нужно принести в жертву. Теперь, если его принести в жертву, все хорошо, замечательно, он выпил Недр, может выпить Зелхаем и идти домой. Если вдруг что-то случилось, например, у него отвалилось ухо, теперь он нельзя принести в жертву, или там не знает, что, кто-то там заболел, его умер, и не знает, что делать, его украли. Тогда он должен принести в другое животное, пока все так делать, должен делать то самое, как называется, так это делать, пока жертва таки не принесется. Недава совершенно другая вещь, он говорит, вот это вот, сижение Ла берет животное, говорит, вот это сижение Ла берет, допустим, козла и так далее, тогда что? Совершенно не важно, нужно принести в жертву, если не получилось, не получилось, ничего не случилось. То есть это называется Хаяба Ахраюса, называется Ло Хаяба Ахраюса. Не важно, здесь написано, то есть это слово одно называется Недр, второе называется Недава. Значит, это посылка и то, и другое. Мы разбирали, что Раби Шим начал его с самого конца, то есть первая вещь написана, что Майсер, мы говорим, что зачем написан Майсер Капшуту, это вещь, которую он не сказал, но это вещь, которую видно, что он так начал учить. Первая вещь, что это Майсер, первый, поговорится про, сколько мы уже говорили, про вторую десятину, которую нельзя есть в Нейерусалиме, это написано, что нельзя есть в Нейерусалиме, то есть начало этого стиха говорит очень простую вещь, человек, который нельзя есть вторую десятину, то, что называется, в Нейерусалиме, почему? Почему? Потому что листина, есть митства, есть Иерусалим. Как мы уже сказали, так сказать, бета-шама, бета-шама и так далее. Значит, он предложен есть в Иерусалиме. Если он не Иерусалим, он нарушил лото-осе, лото-халле и холле, то, что мы сейчас прочли. Дальше он начинает с конца, в начало говорит. Зачем написано Турмас Юдехо, это Бекури. Если сказать еще раз, что это нидья, если не Иерусалим, я могу сам догадаться. Как сам догадаться, называется кальвы-хомер. По принципу, который называется на великий кальвы-хомер, по-русски перевод примерно как тем более. Поскольку нидья есть маисер, который более легкий закон у него в Иерусалиме, и Зече, который есть маисер, нарушает лото-осе, лав, запреты старые, запреты старые, лото-осе, запретив на запрете. Тем более, Турмас Юдехо, это Бекури, который более строгие законы, то же самое. Поэтому, что мне делать? Зачем мне нужно в этом написано Турмас Юдехо? Сказать мне, что есть еще какой-то запрет в Бекури. Первым как. Какие есть еще запреты? Поскольку есть митства-то-осе про честь микра, поскольку есть митства-то-осе, приводительный запрете, читать пасуки на днеяру, мне бы, дуби и так далее, так я говорю, что если не прочел, так он про это написанное тла. И так он, Дуреш, весь пасук, то же самое, да? Турмас Юдехо, это Бекури. Давайте повторим быстро, мур, наибрите. Турмас Борин Бекури. Омра бешим, мазы балерам дейна. И им, ле наихо, ле ухланху, слыхо има. Я ей скажу, сказать, что нельзя есть у них умы. Кальву хомер маисер, а кальв, не нужно об этом говорить. Я могу сам учить принципы, тем более, из маисер, акаль, из маисер, ма, маисер, акаль, ухланху, слыхо има лойка. И так же, как маисер, который более легкий, у него закон есть, он съел эту веру все время, ему полагается малкосом полагается бичевание. Бекури, мур, кальв, шканьте более, это те самые первенки, у которых более серьезные законы, более строгие законы, тем более, почему они более строгие, будем говорить дальше. Что я хочу сказать? Га, лоба окосу фейлалий, хол, бекури, матшило, куаралием, швулойка. Сказать мне, что я сегодня не прочел прочесть. Слово нидвуисехо, то есть это мы сказали, как сказать, добровольное приношение. Слово нидоева говорит этот самый. Рабишин объясняет, что это какие виды, это, например, тойдовышломе. Это тойдовышломе, то есть это легкие, как называется, кутшим карем, то, что называется. Хомар, рабишин, мазбариламдэй, ну что мне это сказать? Пришло сказать имя, лоба окосу фейлалий, мол, я скажу, это пришло привести мне запрет, что есть у меня внея остеяна Иерусалима. Зачем это мне нужно писать? Карл Хомир и Майсер, может выучить по принципу тем более, из Майсера. Алба окосу фейлали, лахлан бутойду, вышло мимали фней зрика. Зачем написано, сколько мы же видели, что есть митсват асе. Тизрок, дам тизрок, вахар к вахаль табасар, сначала бросить кровь на жир, не потом уже можно, потом уже есть мясо. Здесь, так сказать, человек, который делает наоборот, он нарушает митсват асе, потому что написано, сначала бросить кровь, потом ешь мясо. Здесь он еще намечает, из этого бес psychologist, иминол аниян. Сколько он не нужен для того, что здесь написано, именно для того, чтобы сказать, что вstaChat внея Русалима нельзя есть. Иминол аниян зェめ, но аниян зэ. То есть если мне не сказать, что нельзя есть внея Русалима, сказать ему что другое, что другое, что логично про него сказать, что логично про него сказать. Сколько есть митсват асе, сначала бросить кровь, потом уже есть. Длительная запись. Я говорю, что здесь есть еще и запрет. Иначе это человек, который сделал, наоборот, сначала съел, перед тем, как бросил кровь, у него, на жертву, у него получается, соответственно, лав. Это за бухуро из зубы хойру. Написано бухурот. Бухурот, что такое? Это первенцы. Он обещал, чтобы не было, но что это выражено? Ими лох, 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 лох. Если сказать, что нельзя, если нельзя, если нельзя, если нет, если есть, в своей сулени, как в Хоймайсер-акат. Тем более, по принципу, можно выучить из Майсера. Если мне сказали, что нельзя, когда бросили кровь на жертвенника, это можно попробовать из тойдовы шламы, в которых мы уже это выучили. Почему? Потому что у Бухора есть более строгие законы. Чем у тойдовы шламы, в чем они более строгие? Будем разбирать дальше. Если мы говорим, что это одна из двадцати четыре, двадцати восьми, по-моему, что ее можно есть только коину, как там написано в Васуке, если это будет басар, тебе это будет мясо. Соответственно, мы понимаем, что если человек, не коин, съел мясо Бухора, мясо от первенца, которое принесли в жертву, он нарушает запрет. Асэ до сих пор мы знали, почему написано, что это будет тебе, коину, а не другому. Отсюда мы вычим, что он еще нарушает лав, митцват, лот, асэ. Какой он митцват, лот, асэ? Лотуха, лейхоль. А, про что это написано? Написано про руку Трицарем. Про руку Трицарем не нужно учить. Про что это? Фнезрика, перед тем, как бросили кровь, не надо учить. Значит, написано про то, что логично туда вставить, что-то логично вставить. То, что написано, написано, что нужно есть только коаним. То есть митцват, асэ, повелительный запрет, здесь есть только коаним. Я понимаю здесь, что не столько есть повелительный запрет, но и лав. То есть запрет, есть некой, но человек, который заключает запрет, заключает бычевание. Бакурхов ецANEхо. Значит, написано здесь Бакурхов ецANEху. Нам написано Бахурот Бакурха, вицenezха. Но поскольку это вещь, которая совершенно незначна, нет никакой разницы. И мы не могли бы никак подумать, что есть разница между первенцем от крупного рогатого Асхатария и первенцем от мелкого рогатого Асхата, достаточно было написано просто Бахуроте. Я понял бы, что это те и другие. У нас больше никаких Бахурот нету, которых еще можно как-то было есть. У нас больше вообще нид, Бахуроте есть, люди, которых мы не едим. И ослы тоже мы не едим не едим. У нас есть несколько видов первенцев. Первенца человека нужно выкупить, первенца осла нужно выкупить или сделать ему это самое, разбить башку. Третье – это бухурот, который нужно привести в жертву, а именно бухурот тех животных, которые мы приносим в жертву. И зачем просто написано, поскольку все остальные есть вообще никак нельзя, так видно, что если бы написано, что нельзя есть бухурот, я сам пойму, про какие бухуроты имеется в виду. Зачем написано? Еще бухурхаву ценеха сказал мне рабшим, и мне надо сказать что-то еще. Что мне сказать, что еще? То, что мы еще не говорили, а именно хататва ашам, то есть это жертвы, которые называются кодшим кадошим, более святые. Теперь, что такое, их тоже нельзя есть. Про что их нельзя есть? Как их нельзя есть? Что это пришло? Если сказать, что это пришло, сказать мне, что нельзя есть у меня вне Иерусалимской стены, можно это выучить, тем более из Майсера. Если сказать, что мне нельзя их есть перед тем, как бросить кровь, то можно это выучить. Если скажешь, что, поскольку бухурот, написано в Митсфотосет, что их едят только кои, то есть это даже про А, И, Хатат, В, а шам написано, что их ест только коин. Где это написано? Олькам и Фарешмайкумр, а что даже не пишут здесь. Значит, но это тоже еще только там написано, что там же написано, там же написано, там же написано в Порошат, в Койрах, по-моему, в Койрах, по-моему, как раз. Так я могу выучить, что если их есть не коин, то он тем более по принципу, вот, бухур. Поскольку написано, что можно их есть только внутри храма и двора. А в Азору Саиде, сама цена говорит Раша, в Комахер, в Маком Кадош, то хэль, бахацар о ельмаэт. Написано, что можно их есть, то есть в Митсфотосет даже обязанности их есть. Коаним, естественно. В Маком Кадош, в святом месте бахацар о ельмаэт. Хацар о ельмаэт – это храмовый двор. Соответственно, только там можно их есть. Отсюда мы говорим, что есть их сидел вне, а ты сам. Но там написано в Митсфотосе, там написано в Митсфотосе, повредительная заповедь. Здесь у нас, поскольку именно лынян, если по-простому читать посух, нам сказать пришло, что это нельзя есть в Иерусалиме, поскольку то, что это нельзя есть в Иерусалиме, мы знаем и так. В России остальные запреты мы тоже знаем уже и так, у принципу тем более. Какое сырье от нас осталось, которое относится только к отшекадошим, которых есть, нельзя их есть вне, то есть есть Митсфотосе, их есть внутри храмового двора. Отсюда я понимаю, что если человек коин есть вне храма двора, даже коин, то он нарушает лав. Из-за этого полагается обичевание. Что такое недореха? Это ойло. То есть какие слова недора, к чему это относится, это ойло, всесожжение. Омрабишин мазабалирамдейну. Что про что сказать, что нельзя есть ула. То есть написано, что недореха, от слова недореха, поскольку мы уже все перечислили, недореха мы скажем, что туда вышло, им что осталось недор. Но осталась еще одна жертва, которая может прийти в недор в обед, это всесожжение. Поэтому я говорю, что слово недореха относится к жертве всесожжения, который человек обещал принести храм и зная, написано по сути, что ее недореха есть. Если мы читаем по сути простому, что значит написано, что недореха есть у меня в Иерусалиме. Значит это говорит, что это Менолиньян. Это вещь, которую мы и так знаем, что недореха есть у Иерусалима. Зачем это пришло? Для чего это другого? А зачем База Маля Абдейдович? Что пришло нас это учить? То, что написано на Дореха, мы объяснили, что это всесожжение. Им лохлан хус лихоймо есть, мне пришло сказать, что нельзя есть вне, в Настырянной Иерусалиме, как бы хоми в Майсер, то я могу вычесть сам, по принципу тем более из Майсера. Им лэфнеезрика сказать, что нельзя есть перед тем, как бросить кровь на жертвы, как бы хоми в той дуэшломе. Можно это учить тем более принципы из той дуэшломе. Им лохар зрика, после зрики, что тоже нельзя кушать с мастынякой, но как бы хоми в хор. Им хус лих лаи, можно сказать, что нельзя есть вне храма во двора. Человек, который съел всесожжение вне храма во двора, он нарушил лав. И так я понимаю, как бы хоми в Майсер, я могу учить тем более принципу Хатесуошим. Почему? Потому что всесожжение более строгий закон, чем хатесуошим. В чем более строгий, увидим дальше. Поскольку написано, что такое всесожжение, что такое всесожжение, есть мицу, целиком вложить на жертвы. Так написано уже, что такое всесожжение, нужно целиком ее всесожжечь. Всесожжечь? Нет. Всесожжечь, не знаю. Целиком ее всесожжечь. А? Всесожжечь. То, значит, целиком нужно ее сжечь. Нужно положить на жертвы и разрезать ее на тахим, то, что называется. Для того, что это педор. Разделать ее специальным образом, как мы учили Масайхт Юму, Аниме и Чуриме. Ну, в Дафоеме. Значит, разрезать специальным способом. Внесут на жертвы и положат целиком на жертвы. Теперь это Митцват Ассе всю ее сжечь. Теперь откуда я знаю, что будет есть человек, который съел кусок мяса от всесожжения? Он нарушил Митцват Ассе. Почему? Митцват Ассе целиком ее сжечь. Человек, который съедает, очевидно, что он нарушает эту Митцву. Он нарушает. Он не выполняет эту Митцву, потому что Митцву — женщина. Ну что? Я не знаю, что у нее есть запрет на этом, что такое запретительное запрете. Что если он съел, он полагается митчевание, что просто есть запрет, такой есть. Есть вещи, которые только есть в Митцват Ассе. Нет запрета. Здесь написано у нас лишнее слово, лишние слова. Найдурайха — сказать, что за это полагается митчевание, что это еще и запрет. Для хормина ойла, афила харзи, афила рифним, афила укоин и все что угодно, все равно лукэ. Значит, этот Равишим объяснил нам сейчас этот пасук софсов. От конца подочитали. Как он объяснил? Он читал его задом наперед. А именно сначала прощал первое, потом скажет это самое. Зачем что-то написано? Когда и так можно было учить, он сказал им и нол и ньян. Им и нол и ньян, поскольку не написано для того, что написано. Потому что то, что написано, я так знаю. Это сказать какие-то другие, новые запреты. Какие запреты, каждый как-то более логичный, который в этом смысле написан. На эту тему, на тему этой Брайты сказал интересную вещь Рове. Ом и Рове. Ему эта дрожь очень понравилась. Он сказал такую вещь, что если женщина кого-то рожает, если она рожает такого, как Рабишимин, который может так идти вещь или дрожь, так объяснять пасук, то это хорошо. Если нет, то пускай не рожает. Так написано в мэрии. Это вещь, о которой Ритбе говорит, конечно, так невозможно, чтобы было написано. Эта вода неправильна. Почему? Очевидно, что совершенно не все могут быть как Рабишимин. Рабишим был Тано, который, как сказать, один из Таноев. Очевидно, что любой человек может стать Рабишимином. Теперь знать, что не надо теперь рожать, это не, конечно, нужно. Это совершенно неважная вещь. Просто, так сказать, то есть начало, и, так сказать, Италия, это Рабишимин, это такая вещь, можно сказать. Но если едло Рабишима дотили, это если не Рабишимин не родит, пускай не рожает, такого, конечно, нельзя говорить. А что если ему нужно молиться, чтобы у тебя сын был как Рабишимин? Не то, что если ему нет, так это уже вообще не надо. Немножко поменьше тоже не так плохо. Но Лохатхил – это, так сказать, вещь, которая… Он, так сказать, он как бы очень… То есть этот сам. Если… А? На разе исполять. На разе исполять, да. Значит, это китовая вещь, которая, так сказать, или дрожь такой, по сути, была очень очевидная вещь. И, как сказать, Рабо очень… Итпоэль, как по-русски называется, Итпоэль. А? Восторгся? Нет? Что-нибудь такого типа. Восторгся? Так говорят? Ну, он был в восторге, я вспомнил. Был в восторге от этого, от этого объяснения посылка, которое было задано наперёд. Это самое… Потому что если писать, читать посылку, когда сам мы ничего не сможем такие вещи сказать, он был сделан в таком порядке, чтобы каждый мог сказать. Продолжает Рабо, «Ва, фальгавды и спирха, о…» Несмотря на то, что на самом деле дрожь неправильный, говорит Рабо. Дрожа потрясающе красивая, звучит не замечательно, но неправильно. У него есть одна проблема, что она неправильная. Почему? Потому что у нас кальвахомер, что такое кальвахомер, тем более. Что такое принцип «тем более», что если мы нашли, что одна вещь какая-то, у него законы более строгие, чем и другие вещи, так я говорю, что она уже в чём-то более строго, там и всё более строго. Это всё хорошо, пока нету пирхи. Что такое пирха? Пирха – это и есть вопрос на эту коробку. То есть как бы о пирогане. Что это значит? Я нашёл, что вещь, которая называется алиф, она более строгая, чем вещь, которая бет. Поэтому я могу сказать, что все законы в алиф, они тем более строгости, которые есть в алиф, они тем более есть в бет. Но если я нашёл в чём-то другом, что бет он более строгий, чем алиф, то у меня всё, всё моё строение, оно рушится. Как одно, в общем, называется пирха. Почему? Потому что есть вещь, что если мы действительно видим, что алиф более хамурный, то очевидно всё переходит сюда. Но если в чём-то это сюда, то это не потому, что он более хамурный, а потому что у каждого есть свои… Как называется? У каждого есть какие-то свои законы, которые с другом не связаны, которые невозможно из одного другого учить. Потому что у каждого есть свои строгости, просто разные вещи. Так сказать, если один человек более тяжёлый, может поднимать больших грамм, значит, он может быстрее бегать, чем другой. Есть разные вещи. Если мы видим, что он во всём, да, но если он один быстрее бегает, а другой поднимает, значит, у каждого есть свои преимущества. Отвёрткой можно отведить винт, нельзя срубить дерево. Это не значит, что она более сильная, чем топор. Почему? Потому что топору нельзя отведить винт. Потому что можно сказать, что топор более сильный, чем отвертка. Почему? Потому что топор может срубить дерево, а отверткой нельзя. Это, ну, поскольку называется пирха, то что значит, с одной стороны, топор более сильный, чем отвертка, потому что топор может любить дерево, смотря какой винт, и смотря какой топор, неважно, я говорю сейчас про эту самую общую идею, а теперь, а отвертка более сильная, потому что нельзя, не учите отсюда, тем более нельзя, почему нельзя, тем более, потому что каждый в чем-то более сильный, в чем-то более слабый, и говорит Шаврова, что все, что мы сказали, есть пирха во всех этих, Харваров, объясняет Роба. Майя хумра да бекуриум и майсер. С чего мы начали? Что бекуриум может звучать, по принципу, тем более, из майсера. Почему? Потому что бекуриум у них более законы строгие, чем у майсера. В чем у них более законы, шиканасурим лизарим? Очень просто. Бекуриум нельзя есть не куаним, можно есть только куаним, майсер шейни, можно есть кому угодно. Ты видишь, что закону бекуриум более строгий, чем у майсера, чем закону майсер шейни, чем он более строгий. Что бекуриум можно есть куаним, а это нельзя есть куаним. Значит, здесь есть такая вещь, что это более строгий закон. Замечательно. Можно сказать ровно наоборот, что майсер более строгий закон. В чем он более строгий закон? Что такое онен? Человек, который умер в ближайшем родственнику, называется, пока не похоронили онен. Про майсера написано, когда я онен, не ел майсер. Вместо може есть симха. И написано второе, что нельзя его есть человека, который онен, человек, кого умер в близкий родственник. Про бекурима это не написано. Поэтому бекурим можно есть. Там еще есть меню и меню, нельзя это учить и остановить. Только его нельзя есть, а труму можно есть онену. И бекурим saying, поскольку бекурим и труму учатся одна из другой, труMother дейхо, то бекурим и труму тоже можно есть. Сколько я помню, так это учатся. Мы видим, что в чем-то Бекурим более строгий, то есть есть люди, которым нельзя есть Бекурим, а можно есть Майсер. Мы не можем сказать, что это более строгое, чем это. Разные вещи, поэтому строгость отвергается, поэтому никого Хомера нет. Говорит Роберт. В чем более строгое Тойда вышло? Это Котшим Калем, которому сказали, что это не Двасехо. Мы нашли строгость, которую нет у Майсера, а именно, что нужно бросить кровь на жертвенник. Есть законы, которые только у жертвы. У Майсера нет никаких действий, которые есть с ним сделать, чтобы с ним что-то надо делать. В чем 이제 более строгость в Тойда вышло? то есть в жертв, чем у Майсера, что у жертв есть Митцвод, который с ними надо делать. Много Митцвод, который в других местах не надо делать, а именно как и Митцвод бросить кровь на жертвенника, эти самые, Мури, Птук тоже положить на жертвенника, чтобы отжигаться, а в Майсер ничего не надо делать, мы нашли, что у Майсера есть в чем-то более строге, чем даже и хочешь, в чем покупая, у нас есть многие вещи, которые можно выкупать, а что значит выкупать? есть на каких-то вещах святость. Я ее святость перевожу на деньги. Жертвы тоже иногда бывает. Когда жертва, например, есть мум, жертва выпала какой-то изъянка, то тебе же не принести в жертву, например, не знаю что. Глаз выбили и так далее. И эти жертвы нельзя. Нужно ее выкупать, ее святость приносить на деньги. Потом за денег купить другое животное, которое уже принести в жертву. То есть святость переходит с жертвы на деньги. Тогда теперь это животное можно съесть вне Иерусалима и вне святости. А деньги, соответственно, вступают в святость этого животного, которое было жертва. Теперь на деньги нужно купить жертву. То же самое в Майсершении. Мы сказали, если написано в Терее, если далеко от тебя место, ты можешь Майсершении выкупить за деньги. И потом принести Верусалим деньги. За деньги, то есть таким образом святость, которая была в Майсершении, переходит на деньги. Майсершении, сами плоды Майсершении можно ездить где угодно, потому что их святость перешла на деньги. А эти деньги нужно принести Верусалим, там на них купить еду. И тогда святость этих денег переходит на еду. Теперь с деньгами можно делать то, что хочешь, а еду нужно съесть просто время как это самое. Ну что? Все вещи можно выкупать чем угодно. Не только деньгами, но даже велосипедами незначим. Выметают. А? Шавей кесов кесов. Худ, мое совершение, мое совершение только кесов в цура. То есть это самое, только деньги, монеты, еще сочекай на монеты. Просто так не работает. Потому что написано в царте кесов в еде. Слово цура, то есть должно быть именно кесов. Именно царта кесов в еде. Ты видишь в чем-то, что мое совершение, он более строгий. А? Мое хумра да бухор ми тойда, бешломи. В чем ты сказал, что тойда бухору, первенец, он более строгий, чем тойда бешломи. Шакейн душой самереха, потому что он свят. Как только родился спецродами, он сразу стал святым. Как только родился от бухора, это называется первенец. А тойда бешломи, когда останутся святым. Когда человек говорит, что арейзе туда, арейда бешломи. А дроба тойда бешломи хамурим, шакейн тунин смиха, вонесох и утнув и сказавишо ойк. Нашли мы в чем-то, что наоборот. Тойда бешломи более строгий, чем у хора. А именно, какие есть законы, которые есть у тойда бешломи. Нету у бухорот, нету у первенцев. Тунин смиха, нужно смиха, есть митсвад смиха. То есть, если смог на жертву, возложить руки на жертву. Тунуфот хазэ бешок. Взять хазэ бешок, грудинку и ногу, сделать ей тунуфу. Поднять ее и опустить. Есть специальная митсва такая. А об этом в Allahu'ше нету. Оеле ми хочасdis��ше глупо. А в чем святость и строгость происходит. Это все сожжение, все идет на жертву, идет на свыжьем, а частично люди едят. Можно сказать наоборот, что у них более строгие законы, что они искупляют вину, а они не искупляют для искупления, а урана нет. Можно сказать наоборот, что все жертвы у них более хумры, потому что есть две ахиллы, нужно есть часть жертвенника и часть для человека. Поэтому говорят робы, что все дрошоты эти неправильные. Несмотря на то, что робы очень, как сказать, пришел в восторг от дрошота раби Шимана, сказал, что потрясающе объяснил этот стих, но при всем, как сказать, в моем восторге, говорит робы, дрошат неправильные. Почему дрошат неправильные? Потому что он учил все это по принципу тем более. На принцип тем более, на все принципы, на все вещи, которые учил принцип тем более, есть понятие пирха. Здесь мы остановимся, дальше будем разбирать, как это разбирали, дальше этот пасук раби Шимана, другие. В чем здесь пирха, в чем тогда был восторг, когда это был неправильный пасук и так далее. Это неправильное объяснение, и будем все это разбирать. Задоваться на следующий день. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...